Из-за крайне сложной эпидситуации в регионе на прошедшей неделе было проведено сразу несколько рейдов по соблюдению масочного режима. Один из них был инициирован активистами народного контроля в торговом центре «Версаль». По мнению общественников, такие акции должны убедить людей внимательно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. Команда народного контроля не случайно выбрала эту локацию у Левобережья. Несмотря на скромные размеры, через ТЦ «Версаль» только по пути в метро ежедневно проходит порядка 40 тысяч новосибирцев. Вместе с волонтерами и представителями Роспотребнадзора активисты решили оценить, как в столь оживленном месте соблюдаются санитарные нормы и масочный режим. Я считаю, что начинать не без себя, заботиться о своем здоровье, заботиться о здоровье окружающих. И окружающих, и сегодняшняя акция как раз показать этот пример, напомнить, что здоровье хрупко, и очень важно донести это до каждого. При этом у активистов не было цели штрафовать нарушителей. Они лишь напоминали горожанам о мерах предосторожности в непростой эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе. Наши активисты сейчас в метро, на автобусах, в такси фиксацию делают. Я скажу так, в основном люди понимают, в основном носят маски. Может быть, кто-то иногда нарушает порядок ношения маски, но в основном сейчас люди уже более-менее относятся к этому сознательно. Активисты народного контроля раздавали маски тем, у кого их не было. Остальным вручали значки с агитацией, как правильно носить средства индивидуальной защиты номер один в этом году. Также общественники регулярно следят за ценами на самые востребованные лекарства. Практически каждую неделю, вот уже два месяца контролируем цены на противовирусные препараты практически во всех аптеках города. И знаем реальное положение. А также сейчас проблема пройти КТ, где цена повысилась из 2,5 до 5 тысяч. Общественники обратились по данному факту с жалобой в антимонопольную службу. А пока регулятор не дал оценку этим обстоятельствам, новосибирцев просят внимательнее относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих. Вирус этот передается воздушно-капельным плечом. То есть он не просто именно с воздуха передается, с микрочастичками, например, плечихи при разговоре. Если мы носим маски, то, как правило, эти частички остаются больше массы именно на внутренней стороне маски. Они не распространяются по воздуху. Это препятствует возражению. Наряду с акциями в торговых центрах и фитнес-клубах за прошедшую неделю в столице Сибири прошло более 80 рейдов по соблюдению масочного режима на транспорте. Нагрянули проверяющие и в крупнейший за Уралом авиахаб аэропорт Толмачева. Все-таки остается часть пассажиров, которые отрицают необходимость ношения масок, которые неправильно носят маски. Конечно же, их надо поправлять и понуждать использованием средств индивидуальной защиты в правильном формате. Между тем, в регионе ввели очередную порцию ограничений. С 16 ноября вновь приостановлена работа кинотеатров и фудкортов в торговых центрах. Кроме того, губернатор рекомендовал работодателям перевести часть сотрудников на удаленную работу. Эти меры будут действовать вплоть до конца 2020 года. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова